Всем привет! Меня зовут Влада, а это проект «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что такое быстрое и осознанное чтение. Сегодня поговорим об очень интересной комедии под названием «Горе от ума». «Горе от ума» — это комедия в стихах Александра Сергеевича Грибоедова. Она сочетает в себе элементы классицизма, реализма и романтизма. Она описывает светское общество времен крепостного права и показывает жизнь 1808-1824 годов. В этом видео, как обычно, будет суперкраткое содержание книги, описание главных героев и описание книги по главам. Ну а если вы хотите узнать больше информации об этой книге, то заходите на наш сайт буква.инфо. Там много структурированной информации, также есть краткое описание и тест, который поможет вам определить, насколько хорошо вы поняли материал. Ну а для того, чтобы первым получать уведомления о выходе наших видео, не забывайте подписываться на наш канал, а также нажимайте на колокольчик. Но мы не будем затягивать и поехали! Повествование начинается ранним утром, когда служанка Лиза стучится в дверь спальни Софьи Фамусовой. Софья не одна, она всю ночь провела в разговорах с секретарем ее отца Молчалиным. Но она не хочет, чтобы об этом кто-то знал. Фамусова очень интересует вопрос, что делает его секретарь в комнате его дочери в столь ранний час. Лиза напоминает Софье о ее раннем увлечении Александре Андреевичу Чацком, который три года назад отправился путешествовать и так и не вернулся. В этот момент появляется и сам Чацкий. Он приехал домой к Фамусовым сразу с дороги, не успев заехать к себе домой. Софья не слишком рада появлению Чацкого, тем более тот чисто случайно плохо отзывается о Молчалине. Фамусов тоже не проявляет особой радости видеть Чацкого. В следующий раз, появившись в доме Фамусова, Чацкий расспрашивает о его дочери. Столь явный интерес не очень нравится Фамусову и он понимает, что Чацкий хочет на ней жениться. Вскоре Молчалин падает с лошади. Через какое-то время в комнату входит и сам Молчалин, успокаивает всех и говорит, что он в порядке. Чацкого настораживает поведение Софьи и он не верит, что Молчалин мог ей понравиться. У Фамусовых собираются гости. Одна из гостей, старуха Хлистова, хвалит Молчалина. Чацкий в разговоре с Софьей не может смолчать по этому поводу. Она злится на Чацкого, ей не нравится такое отношение к Молчалину и поэтому она мстит ему. Говорит гостям, что он скорее всего сошел с ума. Вскоре слух разносится среди всех гостей и доходит до Чацкого. И его волнует вопрос, слышала ли об этом Софья. Он даже не допускает мысли, что это именно она распространила эту сплетню. В вестибюле, где за колонной прячется Чацкий, появляется Лиза. За ней бредит Молчалин. Лиза просит пойти его к Софье, но он говорит, что ему нравится Лиза. А за Софьей он ухаживает только потому, что она дочь его начальника, а он хочет построить карьеру. Эти слова слышит Софья и требует, чтобы он немедленно покинул дом. Чацкий тоже уже не в силах молчать, и он высказывает Софье свое негодование. Чацкий не в силах больше находиться в этом доме. Он покидает его, чтобы никогда больше не возвращаться. После всего случившегося Фамусова интересует только одно. Что скажут по этому поводу те представители света, которых он уважает? С кратким описанием все, давайте же перейдем к главным героям. Фамусова Софья, девушка 17 лет, дочь управляющего Павла Афанасьевича. У нее нет матери, поэтому с самого детства ее воспитывал отец. Она отличается смелостью и ясным умом. Фамусов Павел Афанасьевич, он очень зациклен на мнении окружающих. Главное для него в жизни это звание. Также он является отцом Софьи. Молчалин Алексей, отличается трусливостью и молчаливостью. Работает секретарем у Фамусова. Чацкий Александр, молодой человек, который рос вместе с Софьей и имеет к ней чувства. Александр отличается умением красноречиво говорить и острым умом. Полковник Скалозуб, очень богатый, но глупый человек, который пытается добраться до чина генерала. Лиза, служанка в доме Павла Афанасьевича. Она помогает его дочери скрывать тайные встречи с Молчалином. Первое действие. Гостиная Фамусова. Справа находится дверь в спальне его дочери Софьи, у которой должно быть свидание с Алексеем Молчалином. Поэтому домашней служанке Лизоньке было велено сторожить встречу от отца Софьи. Однако служанка не выполняет просьбу, она засыпает и просыпается, когда уже наступает рассвет. Лиза стучится в комнату Софьи, намекая, чтобы те уже расходились. Однако те ее не слушают и служанка переводит часы на час раньше, чтобы они пробили. Звук часов привлекает хозяина Фамусова, он приходит в гостину и начинает заигрывать со служанкой. Павел Афанасьевич спрашивает, спит ли его дочь, на что служанка говорит, что Софья всю ночь провела за чтением и совсем недавно уснула. В это время из-за дверей слышится голос Софьи. Девушка зовет Лизоньку. Фамусов боится, что его дочь увидит, как он пристает к служанке, поэтому тихо выходит из комнаты. Молодые люди выходят из комнаты Софьи. Алексей пытается уйти к себе в комнату, но сталкивается с Фамусовым. Тот спрашивает, что они делают в такую рань у дверей Софьи, на что тот говорит, что просто проходил мимо. Фамусов его отчитывает и делает замечание дочери. Девушки остаются одни и начинают рассуждать о любовных делах. Служанка отмечает, что отец Софьи никогда не отдаст замуж свою дочь за безродного Алексея. Фамусов присмотрел на роль зятя полковника Скалозуба, у которого есть и чин, и деньги. Софье полковник не нравится, она считает, что он не привлекателен. Тогда Лиза напоминает ей о Александре Чацком. Он рос вместе с Софьей, был влюблен в нее, но три года назад решил уехать в путешествие. Софья считает, что Александр очень усмешливый и дерзкий, в то время как ей нравятся стеснительные и молчаливые молодые люди. Затем заходит слуга и говорит, что Чацкий пожаловал с визитом. Следом в комнату убегает Александр Андреевич. Он влюбленными глазами смотрит на Софью и расспрашивает о ее жизни. Чацкий с презрением упоминает молчалина, говоря о том, что сейчас любит молчаливых и он далеко пойдет. Софье все это не нравится, она называет его змеей, а не человеком. Чацкий не понимает такой реакции и только удивляется столь холодному приему. Софья выходит из комнаты, заходит Павел Афанасьевич Фамусов, он очень тепло встречает Чацкого и обнимает его. Чацкий отправляется к себе домой, так как он только с дороги, но обещает, что вскоре вернется и расскажет о своих путешествиях. Второе действие. Чацкий наносит визит Фамусовым и интересуется дочерью Софьей. Павел Афанасьевич недовольно интересуется, не собирается ли он сделать предложение его дочери. На что Чацкий интересуется, как бы тот отнесся, если бы это было так. Павел Афанасьевич отвечает, что тому стоило бы немного послужить, а не соплошностью управлять. Появляется слуга и объявляет о приезде Скалозуба. Фамусов, узнав, что это приехал полковник, просит его немедленно принять. Павел Афанасьевич напоминает полковнику, что можно подумать и о генеральше. Скалозуб совсем не против жениться. Далее следует монолог Фамусова о том, что в Москве принято выбирать мужей из богатых. Далее следует известный монолог Александра о «Судье кто». В нем говорит о том, кого же нужно взять за образец. Фамусов уходит, так как беседа приближается к опасной теме. Полковник истолковывает Словачатского как критику гвардейцев. Он одобрительно говорит, что в их армии облачение ничуть не хуже, как и офицеры. В комнату заходит Софья со служанкой. Она подходит к окну, охает и падает в оморок. Она увидела, как Алексей Молчалин свалился с коня на улице. Скалозуб направляется на улицу, чтобы посмотреть на плохого ездока. Александра со служанкой подбегают к Софье. Александр удивляется, что Софья принимает близко к сердцу падение секретаря. Как только девушка приходит в себя, она просит Александра помочь Молчалину. Чацкий удивляется еще больше и понимает, что такие переживания возникли не просто так. В этот момент входит полковник и Алексей, который лишь немного ушиб свою руку. Служанка говорит Софье, что ее оморок может стать поводом для сплетен. Но Софья говорит, что ей все равно. Алексей, оставшись с Лизой на одине, пытается к ней заигрывать. Служанка недовольна ухаживаниями Молчалина и осуждает его за измену. Третье действие начинается с разговора Чацкого с Софьей, в котором он спрашивает ее, кого же она любит. Софья не признается ему, а он дальше пытается расспрашивать о Молчалине. Софья сожалеет, что случайно влюбила в себя Чацкого, однако о своей истинной любви молчит. Также Софья говорит, что ей безразличен полковник. Входит с служанкой, сообщает Софье, что к ней должен прийти Молчалин. Поэтому та уходит от Чацкого. В ту же комнату заходит Алексей. Чацкий интересуется, как у него дела. Алексей говорит, что получил повышение, но что Чацкий всего лишь иронизирует. Но Алексей говорит, что он просто ему завидует. Гости съезжаются к дому Фамусовых на бал. Чацкий стоит сам. К нему подходит одна из дам Наталья Дмитриевна. Вскоре к ним подходит ее муж, также знакомый Чацкого, и они втроем беседуют. Далее прибывает семья Тугоуховских. В этой семье шесть незамужних дочерей. Княгиня Тугоуховская интересуется у Натальи Дмитриевны, кто такой Чацкий. Та отвечает, что он холост. Княгиня сразу оживляется и просит мужа позвать его на обед. Однако Наталья объясняет, что у Чацкого нет ни денег, ни чина. Тогда Тугоуховская отзывает мужа назад. Чацкий подходит к Софье и высмеивает повадки Молчалина. Софья очень зла, когда тот отходит. Затем к ней подходит кто-то из гостей и расспрашивает о Чацком. Она говорит, что он нездоров умом. Гость удивляется и заинтересовывается, а Софья злорадствует. По залу очень быстро расходятся слухи о безумии Чацкого. Вскоре все гости узнают об этом, и никто не может сказать, кто первым пустил этот слух. В помещении появляется Александр, и все его рассматривают. Мужчина приближается к Софье и говорит, что очень расстроен Москвой. Он возмущается, что в столице нет национального духа. Чацкий не сразу замечает, что его никто не слушает. Четвертое действие. Бал заканчивается. Чацкий жалуется сам себе на то, что он ждал хорошего приема, но так и не дождался. На Чацкого натыкаются пришедшие позже репетилов. Во время их разговора выходит скалозуб. Репетилов бежит обниматься к нему, и Чацкий с облегчением уходит. Чацкий слышит беседу о своем сумасшествии и размышляет о том, кто же мог распустить этот слух. Он задается вопросом, знает ли об этом слухи Софья. В это время девушка появляется наверху. Она подходит к лестнице и сматривается в темноту. Она спрашивает, молчален это вы? И быстро прячется за дверью. Александр замечает, что находится возле двери в комнату Алексея. Он решает спрятаться и узнать, что же будет дальше. Затем заходит Лиза, тоже со свечой в руках. Она говорит сама собой, что хозяйке везде мерещится Чацкий. И та послала ее проверить и заодно позвать молчалина. Она стучится к нему в комнату и говорит, что Софья ждет его. Выходит взевающий Алексей. Снова появляется Софья, и она спускается по лестнице. Алексей ее не видит, поэтому снова начинает заигрывать со служанкой. Лиза советует ему подумать о свадьбе с Софьей, но тот говорит, что в Софье он не видит ничего интересного. Выходит Софья. Алексей сразу же падает к ней на колени и просит прощения. Однако она отталкивает его и просит встать. Софья требует, чтобы он уехал на следующий же день, и чтобы она никогда больше о нем не слышала. В этот момент из-за колонны появляется Чацкий. Он злится, что ему пришлось отдать свое сердце такой притворщице, как она. Молчалин уходит в свою комнату, зато шум привлекает Павла Афанасьевича. Он начинает громко отчитывать Софью. Фамусов ругает и Лизу за то, что та свела любовников, и угрожает отправить ее в глушь. Далее следует заключительный монолог Чацкого. Он жалуется на то, что только зря спешил вернуться обратно. Он обращается к Софье, спрашивая ее, зачем та дала ему надежду. Чацкий пророчит, что та еще сойдется обратно с Молчалиным. Чацкий говорит Павлу Афанасьевичу, что не будет свататься к его дочери. После этого уезжает. После всего, что произошло, Фамусова интересует только то, что же подумают другие. Ну что ж, я надеюсь, что теперь вы лучше знакомы с комедией «Горе от ума». Если у вас остались какие-то вопросы по этому произведению, заходите на наш сайт, оставляйте их, и вам обязательно ответят. Также не забывайте, что в нашем инстаграме вы можете прочитать много полезной информации. Там есть много крутых фоточек, ну и, конечно же, интересные розыгрыши. Поэтому переходите на нашу страничку в инстаграме. Пишите в комментариях обзор, каких книг вы бы хотели видеть. Спасибо большое за просмотр и пока!